Конечно, знал, и были предупреждения. Справа собаку у него убили здесь, во дворе. Потом взорвали машину. Ну вот, последняя. Газета называлась «Хинкинская правда». Эта газета выходила два раза в месяц. Михаил, значит, был главредом. Он писал чистую правду. То есть он ожидал нападения, так сказать, с минуты на минуту. Ну вот, где-то сделал просчет. К Мише прислали двух киллеров. Они его обработали прямо на территории его дома. Обработали битами. Переломали ноги, руки, голову пробили. В общем, чудо, что он остался живой. Пролежал он там сутки на морозе. И только то, что он военный, он десантник, он командос. И только из-за того, что вот его такое могучее абсолютно здоровье привело к тому, что Бекет остался жив. КОМЕЦ Вот вы когда ехали сюда, вы ехали со стороны Химок? Со стороны Химок, да? Это вот как раз весь лес хотели пустить под корень. Химки – криминальный регион, полностью подконтрольный тамошней власти. В городе Химки, там где должна пролечь трасса, которую строят друзья Путина, братья Ротенберги, с помощью французской крупнейшей инвестиционного банка, люди встали на защиту леса. И Михаил Бекетов говорил, что трасса может пройти по другому месту. Владимир Стрельченко – это мэр города Химки. И, видимо, он был заинтересован в продаже земель под строительство вот этой дороги. И все отсюда и крутится. Той человек, как Стрельченко, не заслуживает за такой высокой должности, как мэр. Он не заслуживает представлять интересы народа. И в следующей акции, мы хотим сказать, Руки прочь от гражданских активистов. Руки прочь от журналистов. Руки прочь от людей, которые честно выражают... Руки прочь от людей, которые могут сделать это для вас. Но это уже чисто мои домыслы, что здесь замешаны достаточно высокие чины. Руки прочь от журналисты, но она была известна для того, чтобы сообщить о чечне. В то время она была abducted, а потом была выявлена. Она была threatened several times. Вы должны быть на пути все время. Девушки, которые были в чечне, изменяя, выявляя, 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 выявляя информацию от двух сторон. Какая-то ужасная история, что она была человеком, который в Чечне, и она была смерть в лобби. В Москве она просто подходит в альтернативу и кто-то удивляет ее. Расследованными, по большому счету, дела оказываются, но в них расследуется убийство, а, как правило, конфликт у журналиста возникает на уровне заказчика. А заказчиков этого убийства в деле, как правило, нет. Новая газета, the independent newspaper based in Moscow, is probably the newspaper which knows most of what it is like to lose colleagues to work-related murders. Погиб Юрий Щекочихин, который всю жизнь занимался противодействием коррупции, убита Наташа Эстемирова, она нам после смерти немного писала, и теперь, фактически, Чечня, закрытая зона для большинства изданий. Убитая Настя Бобурова, молодая женщина, которая была 20 лет, стажер, еще даже штатный, и Стас Маркелов, который делал множество дела редакции адвоката, также он занимался делами антифашистов, то есть он преследовал националистов, расистов. Убитая. Вы уходите в船 Володимир Путин, котораяовре своя новостью, ничего не вернули. Когда Владимир Путин, она говорит, что война Пуляковка, что wait за войну — она была несовына. Когда он говорит, что война была новогласно, с тем более хранатом, Я считаю, что волоска моего корреспондента не стоят те факты, которых он добудет. Видимо, мне уже пора с этой работы уходить, потому что я очень боюсь и справедливо боюсь, у меня за спиной там портреты висят, рисков для своих людей, и всем объясняю, не стоит ни одной слезы ваших родителей любой материал, даже самый сенсационный, который вы приведете в газету. Москва полиция инвестигает брютальный атак на корреспонденте с Россией Комасантом. Олег Кашин был ферстно бетен на его доме. Я высказывался не как расследователь, а как комментатор, который называл дураков дураками, подонков подонками и так далее. Наверняка это многих раздражало, и в принципе, таким большим сюрпризом нападение для меня не стало. Какой историей вы занимались, когда нападение произошло? Ну, было несколько историй. Первое, что мне пришло в голову, когда я очнулся, история Химкинского леса. На самом по себе лес, всем наплевать. Просто в этом месте сплелись все вот такие больные точки. Ну, во-первых, да, окей, хорошо, экология. Во-вторых, вот именно наглость, хамство и безнаказанность власти, которая для достижения своих целей готова идти и на насилие, и на обман, и на подлог, и на все на свете. 6 ноября ночью я шел домой. У меня дом обнесен забором с калиткой, и возле этой калитки стоял мужчина с цветами. И вот я подхожу к этой калитке, оборачивается этот мужчина, смотрит на меня, бросает букет на землю и наносит мне такой очень хороший боксерский удар в челюсть, от которого я падаю. Остальное я уже видел на видеозаписи, потому что, видимо, я от первых ударов потерял сознание. После этого второй мужчина, которого я не видел, появился из-за там такой темный уголок с железным прутом в руках, и этим прутом нанес мне, я пытался считать, ну, больше полусотни ударов по голове, особенно по области рта, то есть мне были сломаны обе челюсти. И мне сознательно зачем-то ломали ногу, видимо, чтобы я куда-то не ходил. К сожалению, проблема нашей власти не связана с выживанием нашей журналистики. Им, журналистика, для того знания, которым они руководствуются, для руководства страной, им совершенно не нужны журналисты. Покажи, покажи документ, покажи! Вот я показываю документ, пресса, эхо Москвы под корреспондент. The role of the journalists is to provide transparency, to tell what's really happening, to uncover the true story, to cut behind the propaganda, to cut behind the government line. So it's vital work. It's work that has to be done. Whenever enterprising journalists are slain or silenced or drowned and marginalized, everybody suffers. Нельзя говорить, что в России как-то особенно опасно быть журналистом. В России особенно опасно быть кем угодно. Я не пойду с вами никуда. Я никуда с вами не пойду. Ваши действия недоконны. Вы нарушаете мои права. Экстремизмом называется несогласие с мнением начальства, выраженное в любой резкой форме. Как шесть гармошек растягивается до любой широты и играет при этом любую необходимую власти мелодию. Если бы мне уже задним числом сказали, а вот не пиши про это, про это и про это, тогда тебе не проломят голову. Наверное, я бы сказал, идите нафиг, я все равно буду об этом писать, но в принципе это только-только такая вредность и глупость моя, потому что, конечно, того не стоит, безусловно. То есть я бы лучше вернул себе палец, на самом деле, чем написал бы лишний замет, какое-то правда. It's a measure of a civil society to have an active, aggressive press. And when that starts to break down, civil society starts to break down. Сегодня мы... Можем ли мы говорить о том, что мы живем в гражданском обществе? Да нет, конечно. Наше общество расколото сегодня на людей, которые действительно хотят прогресса нашей страны в сторону свободной России. И огромное количество людей, которые тянут нас назад в Сталинщину, в самые темные пропасти несвободы. Мы не можем сказать, что инвестигативный журналист не может быть, что инвестигативный журналист. Но это не только но и не опасно. Но это Это не только один журналист чтобы быть бомботом, агрустом, или бомботом, или бомботом. И для других коллег, чтобы подумать, что, почему я в этой профессии? Я не могу быть хорошо компенсатом для этой профессии. Что заинвести меня? Isn't there an easier way of doing it?